Приветствую всех! Мы уже с вами поиграли на Огненном Маге, мы поиграли на Дректаре, который брал Заклинание Льда для того, чтобы открыть способность Мага. Ну и перелогически мы должны поиграть на самом Дректаре Огненном. И первое, что перед нами, это выберите силу героя. Так как у нас сейчас очень неплохо постоянно заходят волны пламени. Это сильнейшая аура Огненных Заклинаний, а возможно даже вообще из всех аур, это возможно одна из сильнейших. И поэтому мы вроде как должны взять управление стихиями, потому что зачем нам дополнительные ауе в виде неистовства воеводы? Нам важнее добирать, добирать, добирать эти самые заклинания. Вот. Но на самом деле, если мы проигнорируем этот факт, да, что мы часто получаем именно вот эту вот ауру второго уровня, то в целом неистовства воеводы, как мне кажется, для мага выглядят даже немножечко интереснее. Но сегодня мы будем играть через управление стихиями. Выбор сокровищ у нас очевидный, у нас выбора другого нету. Союзник маг. Итак, разыгрывайте заклинания на этом ходу, вы берете заклинания. Об этом оно. Ну и теперь мы собираем колоду. И вроде бы, вроде бы мы должны просто собрать Огненного мага, но не все так просто. Потому что если прикинуть, то самые-самые важные и ценные карты, которые мы хотим на первый ход у Огненного мага, а именно Дикий Огонь и Манипулятора, они нам, в общем-то, вообще не нужны. И поэтому нам, конечно, стоит немножечко подзадуматься. Да, ладно, хорошо. Мы сначала наберем то, что мы в любом случае будем брать. Первый Огонь мы будем брать. Так. Ну да, Огонь. Пушка Гейзер Руна. Возгорание. Горячие скидки. Огненный шар. Глубокий вдох. Мне, в принципе, понравилось это заклинание. Тем более, хорошо работает с нашей способностью. Портал. Быть может, Метеорит. Ну, хорошо, пока подумаем. Значит, мы 100% добавим Антонидаса, так как он очень важен для того, чтобы завершать первые партии. А вот дальше непонятно, потому что у нас совершенно нету старта. Совершенно нет старта. Интересный персонаж у нас за 4 маны. А именно, неосторожный ученик, потому что он нам очень много добирает. С одной стороны, у нас вроде способность на добор. И добор нам не сильно нужен. Но с другой, я не могу не попробовать его. Огонь, огонь, огонь. Это нет. Дикий огонь не работает совершенно. Что же нам еще взять? Может быть, Метеорит. Может быть. Дороговато, конечно. Но что делать? Какой-то ремувал большой все же. Да? Существо убирать. Хотя, в целом, у нас ремувлов достаточно. Мне кажется, что нужно нам поискать именно какие-то стартовые... Стартовых существ для того, чтобы... Ну, вообще, стартовые карты, которые нам займут стол. А с этим проблема. За нолик такое. В целом, можно похищение маны взять. Да? Потому что у нас куча заклинаний вроде как должно быть. И по идее, похищение маны может себя неплохо проявить. Ледяная стрела. Ну, такое. Давайте я возьму похищение маны. Я думаю, что это может быть полезно. Элементаль у нас только один, получается, из огненного гейзера. Какие-то единицы. Может быть, единица удешевляющая. Ну, так. Магический бронник, может быть. Магический бронник, чтобы восстанавливать себе немного здоровья. Хотя, с другой стороны, может быть, торгов под оспехами. Ну, нет. Ладно, я пока что бронник возьму. Но дальше мы подумаем. И поворотка палочек неплоха, довольно. Какие-то заморозки, может быть. Так. А что-нибудь у нас здесь связано с огнем? Нет. Здесь у нас ничего не связано. Просто посмотреть единицы. Быть может, есть что-то интереснее того, что есть у нас. Типа вот она вот вместо бронника. Ну, такое. Такое, ну, такое. Выглядит, что действительно. Ну, можно какую-нибудь там двойку, дающую нам карту дополнительную. Кунтилу заклинаний. Это все не самое-то сильное, что мы можем использовать. Все же, как мне кажется. Да, дальше уже такое. Дальше уже малоинтересное. Ну, хорошо. В целом, наверное, мы определились. Колода будет выглядеть у нас примерно так. А значит, самое время поставить лайки. По желанию, конечно, вашему подписаться. Но помните, что от этого мне всегда хорошо и приятно. На УЕ, вперед! Выглядит, как вполне себе неплохая рука, хочу сказать. Да, пожалуй, я оставлю все. Возможно, мне больше бы АУЕ-шек нужно было бы. Ну, хотя, ладно, у меня есть. Да нет, вряд ли мне нужно больше АУЕ-шек. В принципе же мне особо-то делать ничего не надо, кроме как кидать заклинания в ущерб. Изначально. Правильно? Тон. Мне, конечно, желательно почаще бы использовать способность свою. Хорошо, сдался. Кстати, герой. И в геройке, оказывается, люди сдаются. Но он что-то долго тупил. Возможно, не знаю, пока. Идол-хранитель огня. Ну да, хорошо. Я не против. Учитывая, что у нас вообще нет никаких существ, я не знаю, насколько стабильно приходит идол-хранитель огня. Но если он постоянно приходит, то теоретически, конечно, и двойку можно взять на элементарий. Так. Ну, это дорого. Это подешевле. Да, хорошо, больше заклинаний. Наш выбор будет. В принципе, там все карты хороши. Илюсян. Хочу ли я фаербол на старте? Да в целом, почему бы нет? Мне нравится эта рука. Я все равно здесь особо в жреца ты ничего не покидаешь. Вот. Ага. Ну, хорошо. Значит, я буду много прижимать способность. О, это будет не хорошо, если он фаербол у меня заберет. Ну, кстати, это тоже неплохой такой персонаж. Ладно. Ладно, я не против. Можно уже на следующий ход. Может быть, кстати, даже похищение маны в свое существо бросить? Непонятно, зачем? Ну да, странный будет. О, испламенение. Ну что ж, я не против воспламенения бросить ему в лицо. Да, будет прикольнее, если он меня осторожного ученика сейчас поймает. А, ну, кстати, непонятно, будет он ли работать. По идее, должен работать, но не факт. Ну, не знаю, что он ожидал. Что, не умрет? Какое. Хорошо. Неа, как бы приятные карты у меня может своровать. Теоретическим. Огненная пушка. Ну, не, огненная пушка не так серьезно. Конечно. Воспламенение. Да я вновь его кину. Че, мне стесняться-то, правильно? Просто продолжаем давить мелочью. Так-то, если что, можно и 8 урона ему закинуть. Жрец очень не любит много мелочи. Хорошо. Это он хочет сокровище свое сделать. Я его убиваю? Вроде нет. А, даже так. Хорошо, хорошо. Ну что, я буду, наверное, первый огонь использовать. Может быть, так сделаю. Вау. Фига у него кар. Ага. Да нет, честно говоря, не очень хочу. Раз. Здесь, конечно, так себе получилось. Быть может, даже бросить. Итак, что у нас есть? У нас есть 6. 6. То есть, мне нужно ему нанести 8. Ну, теоретически, я что-то могу из колоды взять. Взять, достать. Ну, может быть. Хорошо. Давайте я сделаю так, чтобы тупо... побольше на столе. Может быть, я, кстати, неправильно что-то сделал. То можно было больше урона нанести. Надо было над этим подумать. Не, не работает. Не работает. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что мне очень важно ударить так. Потому что... Чтобы черви не работали. Давайте даже поменяю что-нибудь. Хорошо. Это полетит в лицо. Хорошо. Если что, у нас как бы Антонидас. В какой-то момент придет. Так что я не сильно против. Давайте, пожалуй, что-нибудь подберем. А я его убиваю? Мне кажется, я его убиваю. У меня 11 урона и 6 на столе. Да? Хорошо. Зарейд стал несерьезен. Ну, хотя... Ну, да. Этот момент такой, что он бы мог... Что-то теоретически сделать, если бы сокровище. Сокровище. Ээээ... Суперзаряд. Суперзаряд. Ну, вроде, суперзаряд не так плохо. Но мне кажется, мотагенный укол интереснее. Что мне толку от большого количества существ? Небольших. Небольших. Которые мало урона наносят. Мне очень часто хочется как раз-таки от них избавляться. А мотагенный укол... Ну, в общем-то, мы сделали заклинание. И у нас на столе появилось существо. И можно на него что-то накинуть. Мне кажется, это интереснее. Древние загадки. Оберег. Ну, в целом, нормально. Лучше явно, чем другие карты. Заклинаний у нас, конечно, немного. Но ладно. Пусть будет так. Дектор Дектор. Недержимый магистр. Я думаю, что мне не нужна эта карта изначально. Гейзер. Давайте гейзер оставим. Только гейзер и всё. Макетные ранцы. Хорошо. Не против кинуть. Вообще, там натиск будет. Да, что не очень здорово. Так, давайте я начну всё же. Хорошо. Мне желательно побольше накидать существо на стол, чтобы он мне не мог за счёт ранцев убить всех. Окей. В принципе, меня уже два устраивают. Может быть, неприятность в виде 3-4? Конечно. Но тоже окей. А, ну с... Не, просто оружие вроде не очень страшно. Ну так. Ну так. Так, хорошо. Зачистит всё за счёт оружия. Но ничего страшного. Всё равно придётся 5 урона получить. Ага. И 2 маны поражать. И вроде как в никуда. Хочется уже что-то и в лицо ему, да, потихонечку наносить? 2-1... Нет, 1... Мелочь-мелочь-мелочь. Побольше бы, да, мелочи? 1-1-1. Может, немножечко заклинаний покидать. А хотя, чёрт его знает. Ну, наберу я сейчас кучу заклинаний. А чё с этого толку? Хорошо, я сделаю так сначала. Не, руническая сфера в лицо может быть закинута. Поэтому давайте так. Поехали. Утого у нас уже есть 5 урона. Это не сильно меня беспокоит. 5 урона, да, можно нанести. Здесь у нас 7 урона. Да, хорошо. Если что, летал. Ну ладно, не летал, потому что он в любом случае уберёт мне. Одного за счёт натиска. А возможно и больше. Скорее всего, больше. Я даже рад, что не в лицо мне залетает. Давай, ударься мне ещё в одного. Ничего страшного. Вновь подготавливаем летал. Какой-то фаербол будет. Бедоруб. Окей. Бедоруб. Бедоруб это серьёзно. Бедоруб это серьёзно. Да? Да, хорошо. Давайте я лучше снеговика слеплю. Ну и плюс что-нибудь здесь будет. Кажанная сущность. Вращение в пар. Так. Так. Заметно интереснее мне. Высшая вероятность летала. Сделает он пятёрку. Он проиграл. Если там провокации про огнивый. Ну хотя в принципе я уже 5 урона ему наношу. Не сильно беспокоит. Хорошо. Ну нет, не хватает ему. Давай, давай, Ракар. Интересно. Ага. Вау. Вау-вау полегче. Окей. Давайте мы тогда закроемся. В таком случае. Единицу-то я надеюсь нанесу. А там и фаербол может подойти. Ну плюс опять же Антонидас. Хоть раз-то он должен прийти. Что-то неприятно, кстати. Это он мне сейчас всех зачистит. Так. Хорошо. Фаербол летал. Это он, не знаю, зачем достал. Всё равно поменяется. В принципе здоровье у меня тоже есть. Пласса везения. Давайте я раз сделаю. Угу. Хорошо. Закроемся вот таким образом. Ну, бедоруб. Бедоруб это, ну, возможно не так же хорошо. Что у меня по заклинаниям? Два заклинания у меня в колоде. Ну, бедоруб не очень хорошо, потому что фатик. Но с другой стороны, конечно, сейчас каюк может быть не хорош для меня. Вот и он. Но здесь всё равно нужно чистить. Всё равно нужно чистить. И от вапорайза он как раз-таки умрёт. О, да. О, да. Ну, здесь я себя теперь мега безопасно чувствую. Я на фатиге выиграю. Если что. Ладно, мне не нужен фатиг. Просто добьём фаерболом. И снова волны пламени. Ну, я много слышал о Драктаре на заклинаниях огня. И что-то чуть ли не всегда это даёт. Я считаю, это неправильно и так не должно быть в дуэлях. И, ну, что я могу сказать. Если нам будут более-менее внятные блоки давать, то, скорее всего, это 12. Ну, вот как, например, такие. Это хорошие блоки. Два заклинания огня с удовольствием. Уму. Маг. Да нет, не очень нужно. Наверное, угненный оберег. Даже не знаю. Не, ладно, тоже уберём. Я хочу какие-то... Может быть, там первый огонь. Ну, в принципе, окей, сойдёт. Не против сделать на второй ход. Драконий огонь. Окей. Окей, окей, окей. Отличное заклинание. Хотя, не знаю, наверное, лучшая способность поражать. Да, поехали. Вообще хочется накинуть. Так. Можно просто спалить. Чего бы и нет. Можно сделать... А, ну хотя, да, я могу вместе с этим сделать. Хорошо. Сразу достал. Ну ладно. Неприятно, но терпимо. У меня есть файрбол уже. Файрбол это много. Так. Тоборчик. Файрбол наносит 8. Я могу сейчас... Ну хотя, ладно, я на следующий ход просто сделаю нолик дополнительно. Давайте. Мне нужно нанести единицу урона. Получается. Четыре маны. Хорошо. Хорошо-хорошо. Не бьет мне в лицо. Это нужно будет убрать. Я не думаю, что мне нужна броня. А, так у меня файрбол его убивает. Ой, все. Да, у меня потому что не запорчено было. Я что-то увидел и решил, что там все уже запортилось. И броню он дополнительную получает. Но нет, ничего не получает. Как только я вижу вторую ауру волны пламени, у меня сразу все. Голова отключается намертво. Так. Жезл развоплощения. Чешуйчатый посох. Кномский армейский нож. На самом деле довольно паршивые сокровища. Вообще ничего из этого мне не нужно. Вообще ничего не нужно. Ну, типа, жезл развоплощения. Ладно, можно взять. Не особо... Ну, типа, есть вероятность, что Чешуйчатому посоху будет выходить просто некуда. Гномский армейский нож мне не на кого особо окладывать. Поэтому давайте будет жезл. Так. Дорогие заклинания. Просто добор карты. Это раскопка карты. Ученик может быть интересный. Феникс ничего так, в принципе. На виллу, учитывая, что у меня... У меня как бы есть заклинания огня, но у них не так много. Ладно, я, наверное, возьму огненный гейзер все же. Одно заклинание огня есть и здорово. Вот мы впервые видим Антонидаса. Но нужен ли он нам? Да не особо. Руку оставить. Давайте тройку оставим. Это может быть... Маг на драконах. Зрец на драконах. Переработка магии мумии. Ага. Не, ну это достаточно интересно. Это он может... Это квест у нас будет. Мы теоретически можем его и не загустить. Хорошо. Это действительно проблема. Если ему сейчас будут очень быстро приходить существа с хрипами, а еще и которые будут давать ему выживаемость, то теоретически он может выиграть у нас. Жестко. Может, что-то мы, конечно, здесь сделаем. Мне нужно занимать стол. Определенно нужно. Ну, Зиман. Нестабильный портал. Ну, наверное, заморозку мозгов нужно взять. Давайте. Да, хочется побыстрее укол сделать. Чтобы как можно быстрее наносить ему урон. В целом, у него ушла овца. И пока у нее не будет вот именно АОЕ по столу, мне бы желательно своим столом как можно больше урона нести ему. Жестко, жестко, жестко. Вот он, в общем-то, уже восстанавливает себе, по сути, все. Ничего. Ничего что поделать. Раз-два. С другой стороны, может быть, у нас настолько много урона, что мы даже сможем после... После-после выиграть. После 40 здоровья. Не знаю, тяжело. Реально будет тяжело. Так, сейчас мы... Просто постараемся занять стол как можно лучше. Вообще, доборку, наверное, тоже хотелось бы. Давайте еще так сделаем. Окей. Чему хочется добор? Потому что хочется побыстрее Антонидаса достать. Мне нужен какой-то жесткий бурст. Нужен двойной жесткий бурст. Одним фаерболом здесь не обойдешься. Я буду очень рад, если он сделает сейчас 40. Это будет огромная его ошибка. Да, здесь надо ему как-то пока что медленнее играть. Ух. Ладно. Элементарий бы неплохо 5-5 набрать. Ну, в целом, я как бы удержавить свои же заклинания могу, но зачем это мне делать, не очень понятно. Давайте. Вау. Жестко, жестко. Так. Окей, почетная победа. Петроглиф. Давай огненную пушку. Не знаю, как его пробивать буду. Тупо не знаю. Давайте фаербол. А, не могу бросить фаербол. Хорошо, не могу, так не могу. Золото кашляет за ход я не смогу. Когда он начнет это все дело воскрешать, это будет жестко. Это в целом, для меня даже какой-то плюс, если он будет его разыгрывать. Ну, хорошо. Сейчас, наверное, я достану било. Блин, это такая жесть. Сколько у меня сейчас столько здоровья. Ух. Ну, давайте. Делаем раз. Спередность у меня, конечно. Просто на десяточку. Честно говоря. Вообще на десяточку. Блин, мне даже забирать не хочется, потому что фатик у меня будет быстро. Хотя, не знаю, я никак... Ну, да, я ничего не сделаю. Ну, черт с тобой, давай я фаербол в лицо кину. Непробиваемый. Ну, повезло, с аурами. Что здесь скажешь? От фатигу умерли, от фатига? Ну, от фатига, фатига, фатига. Не знаю. За честь стол я не сомневаюсь, что он сможет. Рано или поздно. Как же мне его убить? Как мне его убить? Да. Да-да-да. И по-любому этих двух убивает. Ну, если я не жезл найду. А что мне дашь толк? Нет, я ничего не могу сделать. Десять, десять, десять. Десять карт у меня остается. Я тупо ничего не смогу сделать. Ну что, прикольно. Вроде как имбу нашел, но нет. Нашлась контра имбе. Ну уж, давайте скажем честно, прям... Именно аурная здесь контра очень жесткая. Клинок Келдолара, потому что мне не так-то сильно это нужно. Я не против мутагенный укол еще один взять, но можно и без него. Ну, с этим персонажем должно быть намного проще. Давайте мы уберем вот эти две карты Жезл и Развоплощения. Я думаю, что нам может понадобиться. Поэтому оставим. Такой план Б. Тут же тоже, скорее всего, будет магия мумий. Отцвет кристалл. Магия мумий. Но нет уже брони, а это очень... Очень много. Вообще, да, вот эта аура на броню, она, конечно, прям... Прямо много-много дает. Окей, давать. Да не, не хочу. Зачем? Секрет сразу достал. Ладно. Ну, я особо не траплюсь. Заодно можно еще и что-то раскопать. Купи из лавы. Ну, так себе, на самом деле, что-то копировать из лавы, но это просто огонь. Два урона по столу. Ну, да, хорошо. Пусть будет так. Пусть будет так. Это не страшно. Собаки бьют лицо. Интересно. Видимо, это огненная ловушка. Вообще не жалко, да, что уничтожается. Это, как бы, для меня большой плюс. Хочу ли я... Не, не очень хочу. Можно монетку оставить для Антонидаса. На седьмой ход сделаю. То есть четвертый, пятый, шестой. Мне нужно делать заклинание огня. Пожалуйста. Это тоже, пожалуйста. Так. Что-то подороже и бесполезнее сделаем. На всякий случай божественный щит, если останется. А, хорошо. Так, наплевать. Ну, да, хорошо. Все, я здесь победил. Здесь уже особо думать-то нечего. Давайте что-нибудь еще поищем. Руническая сфера. Пускай, на всякий случай, на следующий ход оставим. Ну, кстати, биться-то можно было бы и не биться. Скажем честно. Ну, Антонидас на следующий ход выходит. Что мы можем жезл сделать? А просто его убить можем? Ну, мы в целом и так его просто убиваем. Вот уже Антонидас. Завершает игру. Играть с таким вот магом-теродектаром, конечно, очень нелегко против тех персонажей, которые пытаются играть от стола. Так, магический светило. Ну, так себе. Ну, в принципе, и вражей из снежной буря нормально в целом. Но, наверное, мне кажется, это хрен его знает. Не в целом мне очень нужны добор карты. Но у меня здесь добор карты. Ну, ладно, давайте я возьму больше заклинаний. Если я не получаю заклинание огня, то есть хотя бы вероятность раскопать заклинание огня. Легко гейзер оставляю. Как-то надавить. Первые ходы. Хотя не знаю, надо ли вообще давить. Если здесь заклинания играются у друида. Ну, так будет. Перстень. Интересно, интересно. Большие-большие существа. То есть, все же желательно-то как-то... Возможно, даже поднакопить. Ух ты. Ух ты. Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, это солидно. Это солидно, это неплохо. Первый ход 8-8. Вынужден его убрать как можно быстрее. Да, учитывая, что он мне больших существ показывает, я, пожалуй, оставлю даже огненную пушку. Ну, с другой стороны, он достал 8-8 на первый ход. У меня 35 здоровья, а у меня 32 здоровья. Еще есть существа на столе. Так что в целом не так-то оно и страшно получилось. Что там за четверка? Так, тоже. Хороша. Дракончики. Явно хорошо. Дракончики будут убраны? С ней как-то попытаюсь, наверное, через глубокий вздох убрать ее. Может быть. Ну, неприятно. Неприятно, неприятно. Такие плотные против нас персонажи попадаются. Хороша Никсенова. Понимаю. Понимаю. Четыре урона могу только нанести. Ну, что делать? Четыре, так четыре. Здесь Б. Нет, здесь меньше. Так. Ничего не остается делать, кроме как горячие скидки. И вот так вот делать. Какие-то Рагнаросы сейчас как пойдут. Да. Приятно. Или тем более пойдут Нзоты. Тоже будет проблемно. Глазок. Вообще, очень хотелось бы, чтобы он мне один... Один ход дал возможность добрать карты. О, сам дает мне карты. Хорошо. Может меня... О, ты это хорошо спалил. Вот заклинание огня бы мне. Было бы очень здорово. Вот набрать. Давай, ну что-то же надо достать, я так думаю. 6-6 убирается. 6-6 убирается. Давайте пока что... Да нет, я еще так сделаю. Хорошо. Действительная мана мне в плюс. Все же идет. Потому что... Я смогу несколько заклинаний огня закинуть и, скорее всего, зачистить стол. Но все равно много карт у него и стремновато. А нужны ли тебе там заклинания-то? Нужны. Хорошо. Способность не прожал. Да уж так. Много-много брони сделаешь? По буйных ростам. Хорошо. Так. Поехали. Заранее достану. Можно удариться. Ну так себе не нужно было биться, на самом деле. Ладно, черт с ним. Правильнее было бы 1-1 отдавать. В смысле 1-2. Да, правильнее было бы. Было бы явно правильнее. Меня мало беспокоит. Единственное, что он источник брони мой срежет. Так-то в целом пофигу. Совершенно. Где, мне интересно, еще большие существа? Неужели все закончились? Должно же быть еще что-то. Два заклинания мне надо бросать. Овниных. Ну давайте. Мы заклинания по... Нет, хотя я не могу уже, да, получается. 10 карт. Раз. Хорошо. 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 Так, это мы как раз таки все зачистим. Глоку можно немного. Ах, это мелочь. Мешает мне. Ну в целом, ладно. У него уже 20 здоровья. И тут уже и не особо-то побалуешь. Потому что мне зайдет какой-нибудь паирбол. И это уже сразу 16. А у меня-то как бы на столе тоже уже немало. По итогу, неосторожный ученик, которого мы добавили, ну как-то сомнительно играет. Скажем честно. Ну, по крайней мере, если бы мы поймали ауру не на элементарий, а на плюс к силе заклинаний. Огненных или просто. То, может быть, тогда был бы более интересен. А сейчас пока что сомнительно. Не, я в целом пока не против. А, кстати, так как у меня Феникс появляется, то я же его сразу же убью, да? А зачем был вот этот солнечный затмень? Зачем было? Очень понятно. Не очень понятно. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте стат начнем. Я делаю так, просто чтобы заменить существ и освободить немного руку. Вообще-то не так много заклинаний огня остается. Я рискую Антонидаса не сыграть. Дээээм. Ладно. Хорошо, хоть они и Ксения не воскресли. Хотя тут ассообразницы-то нету. Единственное, 8 здоровья, то, что ему возвращается, это не здорово. Ну, ладно. Вау. А что ты сначала не сделал? Да, по 7 здоровья теперь у них. Жестко-жестко. Ну, сейчас попытаемся что-то как-то разыграть. По 7. 7-8. Да. Опасно. Дополнительные 2. Раз, два, три. Айрбол. Вот это умирает. Сюда, да, наверное, нужно закидывать. Сюда нужно закидывать. Ага. Я все убиваю. Все убиваю. Неплохо получилось. Ну, а если он сейчас еще парочку нзотов достанет, то, скорее всего, я вздохнусь. А что он еще за карту получил? Откуда у нее еще карту? А, просто шлеп уже разыграл. Ну, да. Ладно, прошу. Блин, да. Великан. Великан неприятно. Два великана еще более неприятно. Жестком. Ну, слушайте, жезл у меня с высокой вероятностью. Нет, не жезл. Просто эти две не могу. Уже на какую-то, может быть, заморозку. Что-то такое. Что, я проиграл, что ли? Получается, что ли? Получается, проиграл. Да. Хорошо. Почти, почти, почти. Два раза уже проиграл. Неожиданно. Ага. Ну, вот и Фес у нас есть теперь. И, пожалуйста, хватит. Петроглиф. В целом, я могу оставить взрывающуюся руду. Ну, да. В целом, нормально. Петроглиф единственное, что уберу. Забавно, что даже супер имбовых персонажей в дуэлих все равно могут переезжать. За это-то, наверное, дуэли мы и любим. Что ж, казалось бы. Ну, что меня может остановить? Ага, сейчас, конечно. Сейчас покажут. Арктический доспех. Водушление бойцов. Ну, ладно. Такое. Не особо, да, он будет замораживать. Поэтому не сильно я в него и верю. Я думаю, что мне стоит сразу же начинать в лицо бросать ему все на свете. Просто за единицу урона АУЕ на два. Мне кажется, это достаточно. Надеюсь. Вот, целых две карты взял. Вот этих персонажей может морозить. Конечно. Никого бы не хотелось на стол выставлять, потому что... Зачем ему лишнюю броню давать? Правильно? Вот. Я там. Это в лицо получай. Хорошо. Пока что мы... Наверное, просто существ пока что выставим, потому что не хочется ничего другое. Когда уже начну келдоларом махать, вот тогда вот и начну активно заклинание огня использовать. Ну, я думаю, что пока он не осознал, насколько ужасным мутантом и стонализацией он встретился. Пока он еще не понял. Сетует, негодует, наверное. Из-за того, что увидит. Но нет, друг мой. Тут еще пока что рано. Я в целом могу достать... Даже, даже, даже... 5-5 можно уже достать. Ладно, не достану. Не достану и не жалко. Вообще ни капельки. Ни капелюшечки. Так. Да хорошо. 28. Если что, келдолар в одиночку наносит 32. Время морозить. Массово, сильно. Ага. Дополнительно 2 еще наношу. И я думаю, что на этом моменте он себя понимает. Уу, заморозит меня сейчас. Какой молодец, какой молодец. Да-да-да, но проблема-то как бы здесь. Немножечко еще есть одна. Ну так, на всякий случай, заклинание огня. Сейчас еще раскопаем. Ну, в целом, меня устраивает это. О-о-о. 4 урона мне нанес. Нифига себе. Это было заклинание огня, но оно дорогое. И оно как бы 2 урона наносит. И здесь 2 урона наносит. И дешевле. Меня уже сейчас беспокоит только урон в лицо. Ну, а вот это неплохо. Я его убиваю. Сначала мне нужно бросить ему в лицо. Это будет 2... Ну, почти убиваю. Не, не совсем убиваю. Ну, я в своих могу покидать, да? Ладно, давайте я так сделаю. Так. Раз. Два. Четыре плюс... Два плюс четыре, да? Не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. Давайте так сделаю. Четыре плюс четыре. Хорошо. Ну, да. Два бы не хватало. Опять же. Ну, сейчас он всех заморозит. Всех заморозит. Останется еще 6, восстановит. И как раз таки уже теперь-то я его убью. Я его, возможно, и до этого убивал. Но мне как-то все равно. Скажем честно. Саморозка в лицо ему нужна была бы. Обязательно должен и откинуть, потому что у меня еще не до конца открыт друид. С его почетными победами. Итак. Ну нет. Петроглиф и взрывающийся руна явно интереснее, чем радийские вспышки архиоведенья. Давайте. Лейт. Отстала играть. Угу. Понятненько. Удачи. 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 Неплохо поменял. Неплохо поменяли. Удачи. 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 Надеюсь. 六 мембль. стоит это все превращается дуэли в ладыр что в этом хорошего ничего в этом хорошего не вижу да он сопротивляется какой мерзкий персонаж хорошо давайте я так сделаю может быть на следующий ход как-то разыграемся ах ты какой кто творит что творит туда посмотрите чтобы если что какую-то провокацию брать на самом деле он сейчас может 23 убрать что хорошо для него но неважно в любом случае убивает ладно сопротивляется еще верит верит в успех наивный глупец давай на на этом мы пожалуй закончим правильно или это даже уничтожишь меня жучок у 6 даже 9 армора жестко жестко у как много армора видали видали что творит как же это его спасет как же это его спасет давайте-ка хоть раз ты его сделаем ну так чисто по приколу по приколу так стоит уже подумать полетали 17 урона мне нужно нанести ну хорошо побольше ну ладно так на единицу побольше вот это прям вообще что надо сейчас сначала все пробьем потом посчитаем летал и так у него надо 9 дай сделать 11 урона вот это 4 наносит ну ладно это наносит 2 так будем считать это наносит 2 1 2 и 6 до сложности ну хорошо давайте мы сначала раскопаем что-нибудь 3 наносит вот это 3 а это 2 летал на 1 дрон еще карт могу а сокровища тайные магии тайные магия марлок холмс марлок холмса не хочу доходишь смекалка наверно возьму удешевлять хорошо особенно когда особенно келдолар пожалуйста хватит урали он пожалуй этому уберем горячая скидка меня до горячей скидки мы тоже берем хочется что-то подешевле 31 в целом могу прям сразу сделать но честно говоря конечно на такой немножечко хорошо делаю так в идеале в идеале мне конечно воровку палочек с элементальным разыграть да хорошо да хорошо может воскрешать если хочет какое-то заклинание огня достать спасибо спасибо но нет не серьезно цилиндр хорошо следующий ход мутагенный укол с единицей уберем все что там он достанет ах ты даже так ладно по 3 1-1 это зачищено и хорошо 2 секретика сразу здорово ему мне кажется что вот на этом моменте нужно сдаваться вообще не важно что там у тебя есть но сдаваться надо достанешь меч ну как бы он не спасет достань уничтожишь оружие ну я тебя добью заклинание достанешь 4 2 за 6 манны только насмешишь всех в воскрешении видать ого пожалуйста хватит теоретически меня этот может побить да скорее всего он тоже играет чем-то подобно ну давайте мы оставим как-то так может быть возгорание оставить давайте возгорание оставим добор я не думаю что мне нужен нам по идее кэлдалар мне конечно арктический доске уууууууууууууууууууа уууууууууууууа хорошо а и он еще и чё-то дополнительное взял хорошо видали что творит вам не шутки я конечно могу и через монетку в изгорании сразу сделать но мне кажется я еще успею все это сделать еще успеется верный путь итак что мы делаем возгорание просто да похоже на то следующий ход руна плюс элементаль может быть возгорание плюс элементаль если там будет элементаль воды вызван хорошо я достану лучше руна броню можно но не знаю давайте пока что так и это ведь шаман хорошо не маг элементаль воды уже есть ок ничего страшного как бы даже нормально учитывая что сейчас я каких-то элементальчиков и мелких смогу накидать да пожалуйста так поехали в целом в целом так себе да получается килл доллар будет 5 а это будет 1 а ну хотя нормально и вообще все как надо давайте я избавлюсь от всего что у нее перегрузка что-то у нее здоровье немного и вообще все плохо максимально плохо из 10 и ну да вся мы феникса достанем о заморозка лица хорошо 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 время дашкарт какие-то подробить по всей видимости этим вроде бы и заморозил а вроде бы и чё толку толку нет а у меня еще два фаербола в колоде очень сильно в кубочках ничего не сделал ладно я не против сделать оберег ну или может быть даже это сделать не знаю оберег наверное поинтереснее да не вроде не убиваю я как-то вот так вот такими категориями сейчас буду действовать вроде на следующий год убью какая мне родится 12 здоровья а мог бы еще нанести ну кстати мог бы убить или нет плюс 6 6 плюс да убивал бы убивал бы убивал бы ну как известно летал неважно я его даже сейчас убиваю вроде как что-то у меня что у меня спал дэмэдж только 100% убивал потрясающе вставка в стране ползает в стране только более в стране у Немного ПБМить. Но мы же уже поняли, что собрали мутанты из канализации. Именно так его можно лишь охарактеризовать. Причем тогда не ПБМить. Логично, логично. Кошель. Да, ну, Кошель. Не, ну, кстати, неплохо. Кошель работает с обилкой очень даже здорово. Но у нее просят вступление. И просто спокойно добивать. Поехали. У-у-у, шаман. Шаман на второй способности. Наверное, элементарик играет. О-о-о, как же мне будет тяжело. Даже не знаю, как же я выиграю. Как же я выиграю. Давайте запасуем. О-о-о, первый огонь. Хорошо. То я выигрываю с вероятностью процентов 99. Вот. Ладно, хорошо. 99 процентов, если он мне не уничтожает оружие. Если он мне уничтожает оружие. Ну, тогда, наверное, процентов 80. Даже больше. 80. 85. Я могу единицу достать сразу. Чего бы нет. Ну да, просто чтобы он мне как-то не занимал руку. Я не думаю, что мне особо броня понадобится. Давайте раскопаем что-нибудь. Хорошо, хорошо. Следующий ход можно сделать. Вообще все равно. О-о-о. Как же все равно. Как же все равно. О-о-о. Быть может, я сделаю запретное пламя. 100. На момент, когда я буду Келдалар играть. Имеется ввиду. Ну, хорошо. Я, в общем-то, даже не против полечить его по максимуму. Да, чтобы можно было Антонидаса. Хотя Антонидас через Майк Криндастан. То есть, мне нужно на седьмой ход тоже еще что-то придумать. На пятый ход. Пятый ход. Шестой ход. Седьмой ход тоже. Ну, хотя ладно. У меня найдется все. Да, я должен сделать так. Чтобы, если что, добить Антонидасом. Хотя, я не думаю, что мне это понадобится. Но просто так. Просто так. Зачем вы сопротивляетесь, мистер Главкошмык? У-у-у. Вы можете меня зачистить весь... У-у-у-у. У-у-у-у. Жестко, жестко, жестко. Согласен. Согласен жестко. Ну, типа, может быть, у меня там был летал, конечно. Может быть. Может быть. Ладно, а следующий ход убью. Не будем Антонидаса ждать. Он, кстати, у меня реально был летал. Ну, кого это волнует? Ощущаете мое удовольствие от этих дуэлей? Я уже как бы даже и не пытаюсь. Я, ну, не играю, не получаю удовольствие. Я просто иду за двенашкой. Двенашка, она уже у меня. И все. Все остальное мне уже не важно. Если меня кто-то еще остановит. Вот, например, жрец очень неплохо сыграл. Друид очень неплохо вышел. Кто-то еще ведь тоже может. Пожалуйста, хватит. Бомба-воин. Бомба-воин может носить уничтожение оружия. Это я могу сказать. Практически с уверенностью. Но я все равно не думаю, что бомба-воин сможет победить. Сейчас кишнём. Хорошо. Что-то он еще и получает. Так, хорошо. Давайте подумаем. Монетку я явно не хочу отдавать. В целом, ладно. Давайте я сделаю. Я могу просто сделать что-то типа классовезения. Да нет, давайте я забью. Я поменяю вот эту штуку. Зря поменял. Просто мне нужно было куда-то единицу маны потратить. Я вот решил потратить. Но на самом деле нафиг не нужно было. Ладно. Черт с тобой. Черт с тобой, черт с тобой. Так. Пойдут бомбы замешиваться. Ну что делать? Так. 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 Здесь я могу похищение маны сделать. Чего-нибудь, какую-нибудь единицу дополнительно, да? Я броню не собью в таком случае. Хорошо, я не собью броню в таком случае. А я хочу сбить броню. В целом, мне и так нормально. Делай четвёрку, ладно. Тоже окей. Я ещё и дробнул, да? Прикольно. Так. Я особо дробовать ничего не хочу. Я просто ему сбиваю броню и всё. Начнём. Ну хорошо, да. Я даже получу немножечко урона в лицо. Четыре. Я готов отдать. Вот так. Чтобы больше урона нанести. Честно говоря, я верю, что у меня тоже есть Телдалар. Неплохо. Минус сокровищ. Значит, Телдалар на Телдалар, это кто быстрее кого убьет. Ну, вроде у меня побольше дэмэджа. Я, скажем, начинаю вот такую вот карту рассматривать, то вряд ли это Телдалар. Это полный отстой. Бронник. Кстати, ничего даже свырвал. Скажем честно. Раз. Два. Два. Да, если у меня будет бронник, он всё равно максимум что-то 6 брони себе сделает. Серьёзно. Это ёлозно. Ну, давай, 6 брони. 8 брони. Ещё что-то? Оглушить. Не, ну, жёстко, да. Согласен. Можешь даже удешевить заклинание. Так, сколько я наношу ему? 7 плюс 6 плюс 8. 15 плюс 6, это... 15 плюс 6. 21. У него побольше. Будет. Хорошо, я могу сделать... Раз. Два. Броню не снял. Ну, ладно. А, снял. Хорошо. Хорошо, хорошо. Нет, не серьёзно. Что-то немного карт постоянно откуда-то, не пойми. А я даже не помню, что у него там за ауры. Ну, броня из первой ауры. Это да, это помню. Остальное не помню. Жёстко. Ну, теперь нужно... А, там всего три бомбы. Три бомбы. А, да, аура Рыцаре Смерти у него вторая. Неважно. А, да. Почитатель. Ну, жуткая вещица... Ну, такое. Ну, можно жуткую вещицу взять. Ну, у меня, в принципе, стол спамится. Не, я возьму Почитателя. Быстрее убивать. Глубокий вдох. Неинтересно. Директор, директор. Келдолар я... Сначала в матче вы берёте эту карту. Ну, да, ладно, хорошо. Я могу её отказаться. Очень надеюсь, что чуть ничего не забагуется. Потому что ещё как может забаговаться. Я знаю эту... Эти всякие... Келдолары и прочее. Хочешь смекалок? Потрясающе, кстати. У-у-у. О, на пламени. Да ладно, хорошо. Ну, мои, конечно, элементальчики, они мне только в минус сейчас будут играть. Ну, ничего страшного. Зато Келдолар будет играть в плюс. Мне этого и достаточно. Ну, плюс у меня неплохо по огненным заклинаниям. Ну, на четвёртый ход могу достать. Второй ход. Ну, да ладно, хорошо. Ну, как бы немного лишнее, но ничего страшного. Ничего страшного. Если они у меня ещё и какой-то урон нанесут, то вообще красота. Ну, не, я что-то огненное раскопал. Нифига не огненное. Удешевляет, удешевляет. Так. Да, пожалуйста. Избавляемся от мелочи. Элементальчик и не очень доставать. Получай, получай. Пришло время твоё. Келдолар наносит 32 урона, напомню. Так что здесь, как бы, ситуация-то, ну, крайне неприятная. Для нашего оппонента. У-у-у. У-у-у. Чё творит, чё творит. Только посмотреть. Та не загадки. Не, погнали всё в лицо. Хорошо. Ёп. Летал на следующий. 24 за 6 маны. Нанесёшь? Начал неплохой. Чё дальше? Ну, нет. Окей. Есть 12. Ну, в целом, конечно, ничего удивительного, учитывая, что у нас есть, как бы, и Келдолар, и... И лучшая аура на свете, и... Чё-то ещё хочешь. Интересно, жрецу проиграли. Ну, ладно, жрец, он чисто контра, я так понимаю. Потому что там действительно фиг чё сделаешь. Друиду проиграли. Такой интересной партией. Плюс-минус. Вот. Всё остальное было... Да, ужасу скучно. Думаю, что надо нерфить уже огненные. Субтитры сделал DimaTorzok